Всех приветствую! Продолжаем гулять по музею Верарта. Здесь открылась выставка называется Дивидум. Это выставка Гургена Петросяна. Гурген Петросян родился в Ириване в 1985 году, выпускник Ириванской Государственной Художественной Академии, Школы Современного Искусства, Свободные Мастерские. Вы участник многочисленных групповых персональных выставок в Московском Музее Современного Искусства, ЦТИ Фабрика, очень интересная площадка в Москве, Московском Государственном Музее Востока, ну и так далее, и так далее, и так далее. Его собрание сочинений есть в Москве, Нью-Йорке, Дубая. Автор живет в Москве. Вот как написано в анонсе. Выставка Дивидум включает в себя работу из трех циклов. Герои и боги, модели Ивана Кляйна и красные. Их объединяет тема осмысления, происходящая с человеком, утрата индивидуальности и идентичности. Автор размышляет об антропологическом кризисе, когда целостный человек, неделимый индивидум, трансформируется под терминологией «Жиле де Леза» в «дивидиум». Жиль де Лез, французский философ, представитель континентальной философии, иногда подносимый постструктуализму. Философия де Леза стоит в стороне от основных философских направлений XX века, но занимает важное место в современных дебатах об обществе, политике, творчестве и субъективности. Так написано в Википедии об этом человеке. Гурген Петросян создает свои узнаваемые образы с ироническим стройцизмом. Но опять вот эти зубные слова, которые снимают патетику и банальность эсхатологического взгляда. Надо же, кто пишет эти анонсы. Эсхатологического взгляда на наступление эпохи постчеловека. В серии «Герои и боги» он фиксирует, как былые персонажи, легенды и мифов, обретает в наше время комичные, располневшие формы. Посмотрите, я не буду зачитывать весь этот текст, хотя сказать другое слово, не буду зачитывать весь текст. Просто интересные работы у Гургена Петросяна. Вот посмотрите, пожалуйста. Составьте свое мнение. Всего-всего хорошего, до свидания, пока-пока. Приходите в Музей современного искусства и арта. Очень бывают там интересные выставки. Очень рекомендую. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok